Доктор флористских наук, сотрудник в мировой литературе, даже правду, и плюс еще выпускница нашей 57-й школы. Аплодисменты, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Я очень рада быть в своей школе опять. Вот. И мы с вами собираемся говорить о Достоевском. Но, как вы понимаете, когда приходишь в аудиторию, с которой ты совсем не знаком, хотя она тебе очень нравится, то аудитория должна сказать лектору или ведущему встречу, какие, собственно, у вас есть вопросы. Потому что я не знаю ни объема вашего знакомства с Достоевским, ни вашего интереса или его отсутствия. И как бы для меня нужно найти точку, с которой мы могли бы продуктивно начать. Вот. Поэтому скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы, с которыми вы сюда пришли, или вы сюда пришли в надежде, что как бы вас куда-то проведут без вашего, так сказать, запроса, что у вас просто нету, так сказать, никакого видения, да, вот этой фигуры. И вам просто интересно, чтобы вам что-то про него рассказали. Так, что-то рассказали. Окей. Это общая, да, такая идея? Пожалуйста. Мне интересно, как мы сейчас проходим в Средней Казани, мы начинаем с училища, а главное, что человечество, и мне интересно, по своей, которые вообще есть в Средней Казани, на самом деле, оно прошло, как оно может быть в Холаксу, в общем-то, и что, мы считаем, что у нас христианских, мы проходили, из-за этой темы, мы взяли эту судьбу в Средней Казани, а что-то подробнее о том, что вас не слышно, слышно, да? Нет, не слышно, не слышно. В общем, про... Преступление и наказание, как христианский текст, да, почему, как бы, почему, почему он христианский? Нет, какие, какие есть еще, грани, и, естественно, имеет эту духу? Можно ответить, в какой-то вопрос, с каких-то еще сторон, какая имеется, с какой-то фильмом самого Дозревского? Ну, это другой вопрос, я думаю, да, это два разных вопроса, но это тоже хороший вопрос. Как вообще это происходит? В общем, что делать с преступлением Казани? Хорошо. Ваш вопрос, или это не ваш вопрос, или это ваше понимание, пожалуйста, это вопрос. Не хочу, это все, это все, это все, это все, это все, это все. вообще с жизнью связано. Хорошо, давайте тогда отсюда и начнем. Думаю, что мы здесь примерно и закончим, потому что, на самом деле, это огромнейшая тема. Вот. И тогда мы начнем с тех фактов жизни, которые необходимо знать, для того, чтобы понять, что такое преступление Казани. Первые факты жизни это письма Федора Михайловича Достоевского его брату, когда ему было 17 лет. Вот братья переписываются, одному 17, другому 18, о чем они пишут друг другу? Во-первых, 17-летний Достоевский совершенно четко формулирует свою задачу практически на всю будущую жизнь. Он говорит о том, что единственное, что ему интересно в этой жизни, это разгадывать тайну человека. Человек есть тайна, ее надо разгадывать. И если ты посвятишь, это вот 17-летний мальчик, если ты посвятишь этой разгадке всю свою жизнь, то считаешь, что ты прожил ее не зря. Я хочу заниматься этой тайной, ибо я хочу быть человеком. Итак, первое. Вот в 17 лет человек ставит себе задачу понять, что такое человек. И вот, начиная от самых ранних текстов вплоть до братьевых храмазов, Достоевский именно этим и будет заниматься. То есть, ему интересно не пропаганда христианских целостей, не трансляция каких-то почерпнутых им откуда-то идей. Он, прежде всего, все эти идеи перерабатывает сам, потому что ему нужно найти, что такое человек. И от этого будет зависеть все. Потому что, если мы решили, да, если мы поняли, что такое, что такое, в какой-то его форме, да, как его вообще конфигурация, каких-то его связей, то мы поняли, как надо прожить эту жизнь. и у нас понятны тогда и цели, и у нас понятие на пути, в общем-то. Ну, дело за мало, понять, что такое человек. Когда Достоверска начинает писать, вот он уже постарше, он ставит себе еще одну психику. Он говорит о том, что главное, что его воодушевляет в его творчестве, а писать его тоже начинает с 16 лет, но просто до нас первый текст, который зашел, он уже к 22 годам относится. Поэтому это тоже раннее письмо. Это ему около 18-19 лет. Он пишет о том, что как бы главная идея поэта, а поэт это по-гречески, как вы не знаете, просто творец. То есть по-гречески поэт, по-гревне-гречески, по-гревне-гречески поэт это и создатель Минга, и создатель стихотворения, и вообще любой другой творец. Мы в этом смысле в русском языке используем слово художество чаще. Хотя боюсь, что сейчас уже тоже непонятно, что в сексе. Но раньше слово художник, как бы, оно относилось ко всем тем, кто творит и творит, как бы, эстетическое. мы это слово очень часто употребляем, и сейчас совсем не знаем, что оно на самом деле значит, причем, как-то равно он тоже очень часто не заворачивается. Что такое эстетическое? Окей. То есть, мы с вами говорим о литературе, да, мы постоянно пользуемся, так или иначе, категории эстетического, но мы не в курсе. Хорошо, что вы хотя бы это осознаете, потому что я раз чаще буду начинать отвечать на подумать. Эстетическое, опять-таки, буква величества, эстетикус, это чувственно воспринимаемо. Неожиданно, да? То есть, оказывается, ну, где-то там у нас, хотя, конечно, не нужно уничтожать предусуждение, которое у меня было, и у меня у девушки с 13-го, как Александр Сергеевич писал, то есть, если вообще, если у вас нет никаких предусуждений, в этом смысле, можно бы и не отсылать, мы вам и друг друга прочтут, что эстетическое, это прекрасно. Эстетическое, это не прекрасно. Эстетическое, это чувственно воспринимаемое. И вот чувственно воспринимаемое, это вся область художественного творчества. Как смолезным, так и образным. Так и языковым. Если мы тогда начнем поклонить для тех, кто больше всего альфакторный, как бы, уровень бытия, воспринимательный запах. То это тоже будет то же самое искусство. И оно будет об эстетическом, то есть, о чувственном воспринимании. И смотрите, как интересно, что это значит. Это значит, что искусство первоначально создается для того, чтобы принести для нас какой-то чувственный опыт. научный метод. Сразу можно понять, чем искусство отличается от науки. Наука совершенно верно. Наука передает это знание. Наука передает знание, причем как бы надо максимально убрать свои чувства для того, чтобы эти знания были ну, сколько могут объективны. Научный метод он такой. А вот, то есть, здесь нет проблем с чем отличается там искусство от науки. Отличается радикально. Наука передает знание, наука апеллирует к нашему сознанию, а искусство апеллирует к нашим чувствам. А теперь скажите мне, когда вы осуществляете какой-то жизненный опыт, вы что получаете? логическое знание о том, что произошло или чуткое знание? Спускай сразу? Ну, да. Вот. Заметьте, вот это вот важно. Нет, может быть, бывают такие уникумы, которые анализ проводят виновенно и прямо по ходу вообще очищены. Мало есть даже люди, которые вообще чувствуют неплохо, но все второе воспитание, они отрезаны от своих чувств, это еще одна отдельная большая тема, но. и там как бы они сразу же анализируются. Вот. Они в бене аналитике, как правило, они мало воспринимают искусство, но это что-то такое сравнение с этой точкой воспринимают. Но, как правило, мы сначала получаем чувствами опыт, а потом уже мы его можем как-то правильно сделать. Вот наука не может предоставить нам именно опыта, в том смысле, что она нам сразу дает некоторое знание, которое мы не прожили и не пережили, у нас нет его чувственного восприятия. То есть мы усваиваем знание. А через искусство, и это абсолютно уникальный вкусный инструмент, мы можем получить опыт, не проживая этот опыт в действительности. И, собственно, ради этого искусство создалось как-то начало. Потому что искусство создается как сопровождение культа, а в культе очень важно передать тот опыт, который не все могут получить по тем времену причинам, или не все могут получить на том уровне на какой он может сказать. Он включает человека в это общение с божеством. Чтобы божество там было. Поэтому искусство возникает в кляре. Искусство возникает как то, что должно дать нам опыт, который мы по тем времену причинам не будем получить. А дальше оно вообще начинает употребляться как единственный и мощный инструмент передачи именно опыт. Сейчас мы читаем романы, мы с вами если читаем романы как написаны современность, где автор передает нам свой собственный личный опыт, который прожит тяжелую жизнь и хочет нам передать. Очень часто это личный опыт. то, где пишет Достоевский, то, где пишет Данго, допустим, то, где пишет Шекцель, то, где пишут вот эти люди, которые остаются в веках, которых мы почему-то изучаем в школе, на самом деле не изучаем, они нам передают опыт совершенно другого качества. И, как правило, этот опыт именно связан как раз с тем, что такое человек. то есть объем понятия и, соответственно, всего для которых это нужно делать. Вот. И вот Достоевский в своей 18 уже лет, он как раз пишет о своей задаче как художник. И он пишет об этой задаче таким образом. Он пишет, что для меня очень важно, чтобы когда-нибудь вслед за моими исканиями вырвалась из мрака на свет душа чистая, обновленная, чтобы читатель не пройти моим путем. То есть это не просто мы бы сказали, что вообще как бы художники они должны перегородить. А это та цель, которую непосредственно себе встал именно этот человек. очень молодой человек, у которого на тот момент на самом деле большие проблемы с пониманием того, что есть человек и каково его место в этом мире. И он хочет решить эту проблему и он хочет, чтобы эта дорога, которую он пророжит, она оказалась доступна для тех, кто его будет читать. Вот собственно это цель, которую перед собой ставили осознанно, чаще всего осознанно, иногда не задумываясь об этом, те, кто остался у нас как наша идея крупнейших писателей и художников. То есть я пройду этим путем для того, чтобы потом те, кто будет это слушать, читать, смотреть, могли пройти бы хотя бы немного своего пути вслед за мной. вот к этому будет понимание того, что такое чего это. Вот из этих фактов уже следует приотвратить. Во-первых, действительно никогда ничего не транслирует, то есть он не является передатчиком каких-то там людей. В чем бы они ни заключаются, сколько бы прекрасно он не допустим ни как. Он транслирует исключительно то, что он пережил. То есть он как бы ведет читателя вслед за собой, вслед за своими поисками, вслед за сайта самих вопросов. И постановка вопросов это очень эдикально. Если мы сейчас посмотрим на преступления на казани, вот знаю, вот эти несколько фактов этого равновидности, да, то нам надо вспомнить еще об одном. Преступление и наказание это единственный роман Достоевского, который претерпел очень существенную редакторскую правку в самой главной центральной главе. И об этой правке мы до недавнего времени почти ничего не не рассказывали. Потому что в письмах, которыми переписываются Достоевский с каковым и любимым то есть с редактором русского вестника где печатается впервые текст преступления наказания они все очень обрывочные и мы не понимаем что именно предлагается сделать потому что все было в корректурных листах предложений с упрощением для автор и эта центральная глава это как раз глава очтения главных то есть для какого совершенно неприемлемо было то что достоевки там и с автором начали и та глава которую мы знаем она существует не совсем в том деле в каком условии что это мы вернемся это для того что его представление о том что такое христианство и о том что такое пути человека который для него конечно это пути по Христу об этом еще скажу они очень отличались от тогдашних вполне благочестивых взглядов допустим двух редакторов вот это вполне христианство вполне честное что-то кучей не устроили значит еще один факт биографии который наверное вы знаете который мы узнаем федор михалыч в какой-то момент ему 26 27 лет в это время он уже известный писатель хотя чем дальше он пишет тем больше получает очень критический ход на свое творчество при том что он уверен что каждый следующий текст должен разъяснить предыдущие на самом деле получается что первый текст еще как-то был понят бедные люди вот но происходят так и интерес что это про маленького человека про униженных раска обреных про ужас вот этого человеческого унижения и потери достоинства достаточно совсем не об этом написал но представьте 22 года человеку первая книжка он не мог отказаться от похвалы даже подумал что хвалит не за то ему все равно было приятно но он думал что все-таки вот сейчас они не совсем поняли но сейчас он все объяснит и когда он если для интереса прочитаете двойника то вы поймете что по сравнению с бедными людьми это вообще абсолютно непонятный текст когда мы в свое время работали с учителями в рамках достоевских юношеских чтений в Старе Руси и они приехали ко мне на семинар потому что мы взяли двойника они сказали знаете мы это прочитали только потому что вы сказали вот если ну то есть мы вам доверяем если вы не сказали мы на первой странице бросим там вообще ничего понятного а он считал что он объясняется это тоже еще одна интересная история но она тоже останется за рамками сейчас потому что к преступлению наказания он уже научился писать во всяком случае так что его начнут понимать на рубеже 19-20 веку но не раньше но это как бы уже было гораздо более понятно для читателей да пожалуйста мы говорили о том что он все это издание писало достаточно быстро у него кто-то тактирует что он нужен изденья и если его не принимал то его за это изденья как это еще если его не принимал то почему ему было больше денег за украсть первым значит во первых это очень расхожее представление но оно верно на поверхности но оно совершенно верно по своей сути потому во первых во первых в ранней юности он конечно он тоже собирался жить на те средства которые он заработает именно за написание текста но во-первых это совсем не важно что он писал издавал тексты жестко срок это никогда лучше не вот а во-вторых это назначено что причем ему платили за те тексты про которые Беринский уже только мать порвался вот поэтому не в печати но в письмах все осталось это буквально да то есть в общем если по-русски то там было что-то типа ошиблись мы с то есть так вот там двойник хозяйка это просто тексты которые вообще вызвали исключительно ставшим на голове волосы но тем не менее Троевский все запечатывается потому что почему-то и не очень понятно почему да в этой ситуации но сейчас может быть на карте подберемся почему-то это читают публика почему-то это читает несмотря на то что все критики говорят что такой фигня они не видят вот и то есть денег платят но это важно с этим разобраться потому что что такое вот эта вот идея быстрого письма на срок и за деньги да это еще идея которая связана с идеей у Достоевского плохой стиль ну понятно он очень спешил он как бы иногда вообще не знал что он там в следующей части напишет потому что первый уже сдал а второй еще не готов и так далее и так далее вот так вот надо сказать пока так сказать декларативно и так далее в следующем и так далее в том смысле что у него абсолютно каждое слово стоит на том месте на котором оно должно стоять соответствие с атерским запуском То есть, если нам фраза кажется хорелой, то, значит, дело в том, что там скрыты какие-то смыслы, которые мы пока не видели. И стоит перечитать и фразу, и контекст, ну и вообще. Вот, и к этому один эпизод, опять-таки, из жизни, это уже гораздо позже, он пишет, там он идиот, он находится за границей, он забрал у Каткова огромную сумму аванса. И он, да, ему сейчас опять будут нужны деньги, потому что молодая жена беременна, и вообще роды приближаются, вот, и он написал уже 15 листов. 15 актовских листов – это, ну, вот такая книжка. Это роман, который вполне можно рассчитаться с Катковой за всю предыдущую сумму. И он меняет совершенно план романа, отбрасывает эти 15 листов, чтобы понимать, что надо не так, надо иначе. И начинает писать с начала. Вот это, так сказать, то гений для писателя, который писал Масрок, торопился там и так далее. Хотя, на самом деле, он все время периодически платит, что вот спешу и порчу, спешу и порчу, да. Но это, это совсем другое порчу. Это порча человека, который отбрасывает 15 листов на крестов, который не можно погасить долг полностью и запросить еще там сумму, да, последующих текстов, потому что он был уже не так, что надо все по-другому сделать. Вот. Вот. Это, значит, по вопросу о том, как писал Масрок. И, да, мы понимаем, что тут не очень понимаем, да? Да. И что происходит вот в этих 26-27 лет? 26-27 лет он, как честный молодой человек, начинает думать, какие действия можно реально предпринять, я все по-другому писал. И этот кружок покрошался. Вот. Они хотят, ну, они, на самом деле, разного хотят, ну, потому что в любом кружке, где собралось, и там было очень прилично, да, там, больше 30 тысяч человек, вот все это было очень разное. Ну, а внутри внутри появляется еще одна такая девятка свершенческая, которая, у которых совсем не любят все другие. Они, видите, мы связаны с масонами, с масонскими кругами Польши, свершенок только что вернулся из Парижа. Так, вы знаете, взяли их, Петрашевцев, в 48-м году, а 48-й год – это год национальных эволюциях. Вот. Вот тогда начинается Томяновская эволюция, в этих эволюциях и так далее, там, они проходят практически по всем европейским сценам. Вот. А у нас это был, собственно, судя по всему кружок Петрашевцев, который вовремя не взяли. Вот. Не успели они раскрутить того, чем собирались. И, как бы, здесь впервые в эстатику появляется вот это вот, вот этот вот ключ, вот это вот противоречие, да, между идеей и теми средствами, которые для нее потребуются. А потому что он же, ну, тот же видит, что происходит, вот в течение этих эволюции. Да, эволюция 48-го года в других странах. Они собирались сначала печатать в республике, там просто успели спрятать станок печатным от полицейских, которые их брали. Ну, я не знаю, там сложная история, думали, что, как бы, они просто такие умные и хитрые. А, слушай по всему, там просто одним из ведущих расследований был дядя одного из членов Петру. Так что, нет, это дело было не хитрости, а просто там все это прикрыли. И все, на самом деле, в результате по управочкому указу получили гораздо, несомнение, несоедневимо меньше, чем то, что им полагалось вывезти от этого все, это было найдено и записано. Ну, вот. Так что, нет, как бы, мы знаем, что Достоевский, и даже, как вам, собственно, в указе написаны вот эти вот ужасные слова, что Достоевский осуждается, главным образом, за чтение письма Белинского, в группу ее преступного о религии и правительстве, но дергать совсем не будет. Вот. То есть вот эти бумажки все равно даже за это чтение громкое. Ничего такого не происходит. Вот. То есть там... Это... Ну, красиво. Ну, сколько, вот. И вот там... Человек... Да, он потом в детстве проточек. Напишет ему листическо, что. Тогда же было открыто одно ужасное общество, преступное религии и правительство в составе 13 человек, и, кажется, они собирались передаваться. Вот. Как бы, очень смешно, но... Да. Но, на самом деле, все было не совсем так. Он... Вообще, Брестовка, она же не могла дать эту тарезу на революционную новую историю, с такой вот улыбкой по этому поводу. Вот. И... Да. И вот идея была одна. Он не может жить, если другой человек в такой же образе подобия Божия находит в здравствуй. На самом деле, все как больше понятно. Но вот уже тогда разных проблем здесь. Вот. И их берут в... С числами у меня есть довольно легко, я могу тебя сюда. Но все-таки это происходит, по-моему, точно в мое, но 40... Я думаю, все-таки 49-го года. Потому что в январе 49-го он уже на 50-х годах. Вот. И... Уже даже в процессе вот того, как мы сделали, постоянно опять умудряется показать какое-то совсем непривычное человечество качество. Берут... Берут... Даже, например, двух братьев. Фёдора и Михайлов. А берут Фёдора и Андрея. Их младше Михайлов. Потому что... Ну, в общем, по-моему. И Андрей в этот момент... Только что сверху вам достанет. Недавно. Фёдор, да? И, в общем, как бы... И, в общем, как бы... Поверьте, ошиблись. И... 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 Пистолетки угадали Андрея. И не говорить сразу, что это ошибка. Потому что это могло бы родительницы покупать в течение 2-3 часов. Чтобы у Михаила, который единственная с ним уже мать и его дети, была возможность, вот за эти 2-3 дня, которые поделись на течение, поворачиваться с детьми, с ними вообще никакой устойчивости. Вот. И... И... И Андрей соглашался. Вот. Можно сказать, что начали подвечку и счёт. Но это было не совсем за счёт решёта. В общем, братьев-то одинаковые люди, действительно, младшинка для него младшинка. Вот. То есть он... На самом деле, идёт внутренне на большую жертву, потому что, ну, первая идея, как младшинку вас вывалить, так в сторону тебе больше он вообще ни при чём. Вот. Но надо подумать о том, что будет тогда с самым старшим братом, да, в такой детенской семье. Вот. И Андрей ждёт этих предметов, когда они разбираются, когда они выпускают. Да. Михаил потом тоже оставил эти слова. Вообще там довольно небольшой вопрос. Равнительно попрощаться с голосом. Вот. И ещё одна важная связанная с вот этой историей сцена, да, это, конечно, сцена объявлений фигурологов. Потому что... Ну, достаточно, кстати, уже сильно пишут, что... на хрониле такого выбросили, а он всё равно пропал. Вот. Спасибо за описанную книгу. Он там всё равно такой списочек книг написал, который мне надо прислать. Вот. 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 И вот их выводят на курс, и, конечно, все уверены в... сцена объявлений фигурологов. И вот вдруг им зачислил этот приговор о казни 10-ти лет. И там 7-ти лет. И там 7-ти лет. Ну, почти 7-ти лет. Ну, почти 7-ти лет. 6-ти лет. Постаршим. Вообще так. Вот. 30-ти лет. И вот... Им вот этим вот там, да, 26-ти летним сообщают внезапно, что вот сейчас это прямо до 30-ти лет. Вот. И дальше очень интересный момент, о котором мы говорим, в этой статье тоже долго будет вспоминать. Он подойдет к... В таком напишутство в Мюнгек-сессии, потом подошел к своему другу, заданный незначительный вопрос, совершенно заинтересовался ответом за три минуты до казни. Незначительный вопрос, как вспоминает другой человек, который с ним не там стоял, был следующий. Он подходит в скрешный рот. В скрешный это такой вообще мистический процесс, который вот всю главную Пашу говорил. Вот это там 9-й революционно, это было идти. Вот. Вот. И спрашивает его по-французски. Ну, будем французск русском? А, слышим, понимаете, чек? Горский прав. А? Что значит? Горский прав. Что значит? Горский прав. Горский прав. Горский прав. Ну, в общем, да, ничего такого нет, да, жизнь заканчивается здесь. Вот. И Христос у вас во что-нибудь умеет. Вот. Вот эта вот идея, да, того, что Христос все-таки умеет, да, и он поскрес, она в 19 веке, да, которая всплывает очень активно поверхность и она собственно определяет религиозное настроение то есть вот это вот поливание а он вообще воскрес не воскрес он вообще как бы это вообще все вот это рефторальное имеет какое-то сопротивление или это все ерунда и что тогда да и вот достается две минуты там первый путь от перезону а он в третий труд вот он спрашивает да не все отказались ответственным кроме одного человека Но все слова Христа воспринимали как человека, который родственным по своему бюджету и желанию освободить, отпустить измученных на свободу, если говорить словами внимательными. То есть как и как он хирург-самер, который пришел для того, чтобы повернять этот ужасный рабский порядок жизни человека, когда никто не хочет по-другому к нему, по-другому к нему. Когда сложные разделения, когда разделяются рациональности, разделяются главы, разделяются возрастные категории. И приходит вот этот тот самый Христос и говорит, или немножко там потом обуступал за ним, повторяя, что местные мужчины и женщины мировали свободу, не планировали людей и так далее, отвергая все эти разделения. И да, дети, почитайте, родители молодцы, не огорчайте детей с вами и так далее. То есть упраздняют все вот эти вот хирургические структуры, которые определяют общество, в которое он пришел. И они, если не думают, что они о том же, они тоже хотят вот это вот все, да, чтобы прекратилось наконец это рабство, которое за год еще лет не прекратилось. Вот, чтобы женщинам тоже дали избирательные права на следующий 15-й год в России. Вот, чтобы дальше, чтобы, ну, прежде всего, это интересовало, что-то недавно получать решение. Вот, вы, на самом деле, я думаю, что не отдаете себе отчеты в том, как недавно, вот, вообще стало возможным то, что мы здесь вместе находимся, и тут себя, понимаете, тут вытащики, все учатся и мы в том, кого мы не отделяем, да? Вот, вот, в 48-м году в России для женщин высшее образование это уже речь пришла. Вот, так сказать, более или менее массово все начинается только в 60-е годы. Вот, вот, но избирательная права во многих и многих странах, причем, если я могу называть страной, то больше не будет, потому что она очень трудная, было здоровым для женщин и военному женщин, только в целом миллиарде странах, в том числе и в 60-е годы, 20-го года. То есть все произошло совсем недавно, они тоже хотят, чтобы все вот это иерархическое общество, где люди не брать, где люди унижают друг друга, чтобы вот это все как-то сломать. Они идут за Христом, ну вот Христом прохмена, Христом, который приют со мной, который все это тоже пришел, чтобы убрать сразу на общество, и которому поставили как бы в голове той церкви, которая наоборот как бы становится вдруг с толком вот этого общества, иерархическое. Вот, соответственно, недавно Христом, ну вот, это, кстати, вы не говорите, 60-е годы XIX века, людевисты, которые уж совсем там просто свечом огне отрицали, ну, и беседник, опять же, такой, ну, один из недалеких последователей, ну, вполне сопоследователь. Вот, мы видим, да, они тоже имели в виду-то все хорошее, и они тоже шли за Христом, но который вот просто человек, который, так сказать, проводит все само, все собственные. Вот, а что меняет Достоевского? Что меняет, потому что вот этот тунгер, который, вначале, вот, наверное, конечно, вот это перешитается некая казнь, ну, когда вы встаете, вы, у вас нет никаких соревнований, и, конечно, через пинуты вас искренне. Да, вот, в романе идет, можно сказать, хорошо отписано вот это ощущение предварянного, которое он по нему приворот. Вот. И, но, еще ничего не произошло у нас активно. То есть, он едет на тату, он живет четыре года на тату и в совершенно ненасимых условиях. Ну, один, для него, в большей степени, чем, может быть, для кого-то другого, там же, в принципе, в какой-то интервью. А его поселяют в месте, где вместе, в одной казани, живут семьдесят человек. А если, надо себе представить, значит, что такое мара, если представить? Я. Нет? Да, кто сказал, да, да? Что такое мара? Вот это, мне кажется, показано на спине очень специально, когда, главное, важно, просто такое единое... Ну, как единое, да? Скамья, и все называемые, и все так скажем. Ну, вот, совершенно верно. Это скамья, пока... Это не просто скамья, а это скамья под скаком. Вот такая. Вот. А, единое пьяница, вот так вот, голова в голове и... То есть, конечно, вот так вот звучит, голова. А зачем ты так положил? А? Чтобы не так положил? Понятно, да. Ну, так уж так могу. Особенно по уши, когда я и так далее был, а голова все так лучше, чтобы мы ходили чуть выше. Особенно, когда мы там сенки сетми уши, или себе вот так положить. Вот там вот так вот право. Да. Большое спасибо. Бого-бого-бого. Бого-бого. 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 Вот. Это вот глубокий микровер, который там начальник с чайком пишет свои тексты, то есть в одиночестве, да, вот, вот, по свечке. Вот он должен жить в таком блатережиме четыре года. И даже здесь еще не все поменяется. Хотя он потом говорит, вот, как бы, да, главное прожить, а потом можно сделать выжить, что с нами произошло. Однажды к нему пришел Севолод Соловьев. Это если вы знаете, может быть, вы дольше знаете Владимира Соловьева, от первого русского дискуссионного философа, вот, то есть в смысле, нет, не знаете, да, Макхилов? Не важно. Да так просто. Пришел, значит, вот, Севолод Соловьев. Даже не важно, что они были брать. Приходит к нему молодой человек, который пишет самый разный текст, очень интересно. Он упаковок увлечен в эзотерику. Через пять лет он будет принят у Главанской югерной. Как вы знаете? Вы должны знаете. Это вообще, вот, англич, как вы знаете? Англич. Ну да, вот это, что это, как движение вас от англича? Знаете, да? Нет, не знаете. Так, понятно, ладно. Я так научен, потому что. Елена Катерина Клаванская одна из самых известных мистики 19-го года, скажем так, которая создала большое течение. Вот теософия, теософское течение, которое, собственно, и сейчас, и сейчас существует. И это такая большая эзотерическая школа, присутствующая, по-моему, на всех континентах он вообще вообще не стал. Вот. Вот к ней через пять лет, так сказать, попадает в ближайшее окружение этой самой всевозможной. А в этот момент у него очень тяжело и депрессия. Вот. и вот, которая связана, так сказать, с пульсками, с пульсками, молодыми пульсками своего места в мире и, так бы, своего предназначения. Ну, то есть сущность и того же, да не того же, что лучше нам надо достает. Да? И вот вдруг достает ему говорить – ой, да, лучик. Вот, совсем, так сказать, выглядеть плохо и чувствовать, так же, очень плохо. Знаете, меня дата не спасла. У меня вообще то, что она была. У меня дата не спасла. Я вот там, как бы, совсем любимым человеком сказал – голубчик, если бы вас не хватает. Говорит он в своем слове, который, конечно, думал, что он совсем не хочет этими средствами лечить свою депрессию. Вот. Но как он вспоминает об этом, да? То есть вот эта штука, которую ты совершенно, да, не хотел, не ждал, не вообще рассчитывал на что с этим не было, но она может так повернуть в твою жизнь, что потом вот ты таком-то молодом, в котором видишь себя, вот в том тяжелом возрасте, и ты ему скажешь, вот, не спасла какая-то. Все бы с вами, все бы с вами образовалась. Вот. Вот. Естественно, мы тут можем сказать, сударыня, если у вас есть что-то сказать интересное, вы скажите «Восёка», а потом она видна. Вот. Кто-то, конечно, вы сказали. Вот. 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 Потому что, наверное, наверное, уже интересно. На самом деле, вы не будете поднимать руки, если они тоже поднимаются выше, и, действительно, давайте это сделать самостоятельно. Да. Вот. Вот. И вот еще, даже вы видите, а не менее, с этой картой, он пишет, не менее, для письма по анализинам одной из «Желым декабристик», так, с которой, наверное, на картой тоже встречался, и до картой, где в его на картой вообще опекали скидной картой, не в картической. И он пишет письмо, где предлагает вот этот вот свой знаменитый «Симный древ». Он пишет о том, я вам сейчас точно прочитаю, чтобы… О, пожалуйста, мой бедный. Ладно. Он говорит о том, что, наверное, он дитя объекта, дитя неверия и сомнения всю жизнь, наверное, даже бы прибавлялась. Но бывают у меня такие минуты, когда я, это важно, люблю и другими людьми, и чувствую, что другими людьми. В такие минуты я создаю для себя символ вверх. Не, не так. Я не маю все больше. А, кстати, если кому-то неинтересно вдруг, он же может быть с нами? Пожалуйста. В общем, в следующий раз, когда он хочет что-то обсудить, прямо с конечкой. Вот. Значит, итак, моменты, когда я чувствую, что я люблю и другими люблю, я сложил себе символ веры. Он прост. Верить, что нет ничего. Глубже, симпатичнее, разумнее, совершение Христа. И даже с сильной любовью говорю себе, что если бы мне что-то и предложили, и даже если бы я точно знала, что истина вне Христа, то я предпочла бы остаться с Христомом. Сыскому, естественно. Вот у меня вопрос к вам. Как вы думаете, а какой истины здесь можете дать речь? Громче, громче, а ты уже совсем не слышишь? Да, очень хорошо. То есть, есть только то, что мы можем так попробовать. То есть, что мы можем повторить в опыте? Есть только то, что доказуемо. Доказуемо ничего. На сегодняшний день еще не повернувшим доказанием. После того, как доказана была возможность коллективной галлюцинации, даже коллективный опыт совершенно не служит доказательством ничего. То есть, чем больше мы уходим в эту область, тем проблематичнее у нас все становится. Но, тем не менее, коллективный вид все более больше. Там, действительно, начинает только в начале, собственно, своего триумфа и большинства коллективизм, который точно знает, что вот это есть, а вот этого всего нет. Можно здесь. Да, есть истина, есть вот гниющие трубы, да, которые… Есть вот это горское право, которое после человека остается, да, и, собственно, все больше ничего нет. То есть, вот это горское право, которое там, которое мы спешим последствием, она у него бывает и живет уже. Ну, как, опять-таки, у нас всех 15 лет. Что, у нас что-то ждет или у нас, естественно, ничего? В перспективе, да, мы просто умрем, мы все готовим, что вообще непонятно, да, что было бы в этот отрезок, и что, собственно, такое должно было произойти или это просто такая насмешка? Кого-то, кто создает человек и пустили его сюда, да, или просто человек возник непонятный у меня отсюда, да, или что, что вообще? Есть этот смысл, он высокий его искать. Вот, и вот он поэтому говорит, да, даже если бы мне доказали, что истина у меня Христа, я бы предпочел остаться с Христом, а не с истины. Я бы предпочел остаться с идеей другого человека. Здесь опять речь идет о поиске того, что есть человек. Потому что, да, мы уже с вами сказали, да, что что делает Христос? Он снимает все айранки и разрушает все границы. Есть ни мужчины, ни женщины, ни раба, ни свободного, ни имени, ни людей, и так далее, и так далее. Но все едины вот по Иисусу Христу. То есть человек – это человек, и человек – это не совсем то, что он о себе думает и в смысле своего объема, в смысле своей границы. И вот теперь мы можем совсем подойти к преступлению и наказанию и к тому моменту, когда Татков радикально меняет вот эту вот самую главу. Что ж там такое было? Помните, в процессе, то есть в главе, где будут прочитаны Евангелие, да, Раскольников пытается, так сказать, поставить Соню на свою точку. Ему нужен человек, который мысли в каком. Ему быть, этого не так. Ему очень трудно. потому что он от всех отрезан. Ну, помните, да? Ему поэтому нужен человек, который думал, как он. И он думает, что это Соня. Потому что она тоже как бы переступилась, смогла переступить. Да? Вот. И вдруг он, как вы понимаете, что это не совсем так. И он начинает пытаться его силком поставить на свою точку. Каким образом? Он пытается ее отрезать от всех, с ним она связана. А правда ли, что Татарина Реванга вас чуть не видела? Вот. А какой колодец там, типа, эти выкидки, да? И вот. И вдруг Соня ему на все это отвечает. Не смейте так говорить. Мы одно. Заодно живем. Это фраза, которая может расходить незамеченным. А эта фраза, в каком-то смысле, центр романа. Центр вот этой вот новой идеи человек, этой новой совершенно человеческой природы. Мы одно, заодно живем. Вы оказались, да, отрезаны от всех. Потому что... Пошли против всех вот эти с вами, вот, решились. Потому что вы подумали, что вы, это только вы. А другие люди, это те, кто может быть вам врагом, вашим средством, да, там, достижения каких-то целей. Ну, секунду, да, вот. Бега, это не главное вам. А там, по идее, вот, как-то студенты с офицерами говорят, да, что, ну, там же золотые горы, да. Можно же, ну, на головую цель. А она только бег заедается. Очень, более, вообще. Вот. То есть есть кто-то, кого нужно просто убить, чтобы не мешался. И делать добрые дела. Вот. Можно, вот, воспринимать человека, как того, кого лучше бы не было. Кого лучше выбросить с этой земли. И это, получается, совершенно не случайный мотив. Это тот мотив, который через вот это вот 48-го года идет, да. Потому что на чем строится все революции? Побыстрее истребить всех плохих. Что-то хорошее напомнить. Смогли на речи свою неполную жизнь. Вот что-то и ничего никогда не получается. Странно с тобой. Вот. Но каждый раз мы про душу немного стараемся. Вот. А она, говорит, он ей говорит, да, Катерина Ивановна. Это та, которая ее не видна на поэме, правильно? Которая ей вообще сказала, что типа, ну, что блядь, это с крыши. Ну вот, да. То есть, которая как бы из нее вырвала ресурс огромный, говоря, нижним, нижним языком, да. И стараясь своим детям их очень зазряла. Потому что особо-то их... Ситуация никогда не улучшилась таким образом. А Соня вдруг говорит. Ты вякает, ты не знала. И вот там очень реальный момент, за который вот тот хорошее мир научился. Потому что, когда Соня сейчас говорит в романе, я великая, великая грешница. Что вы, что вы такое говорите, да. Я великая, великая грешница. И он там говорит, типа, совершенство. Я великая, великая грешница. И сейчас это можно понять и, как правильно, читать это, небольшой момент, потому что он проститут. Скажите, не так ли ли это полностью? Так, не полностью. Так, не полностью. То есть не просто проститутка, но зазряд проститутка. Потому что она кроме этого из ничего не делает. Ничего не делает. То есть она не сможет меняться, а не... Что же делать? Она не остановилась, а почему? Ну, чтобы он пришел. А... Это, в принципе, полонима? Ну, она... Давай, давай. А, она, вот, она ему денег еще, да? Пришел, да? В смысле, надо было не давать денег. В смысле? Ну, да. В смысле? В смысле? У нас или нет? Нет. Нет, я... Нет, я всего... Ага, пожалуйста. Ага, пожалуйста. это не так не видит ага это чего в смысле недорог денег может быть не пробовали не пробовали ну не говорили про родителей это совсем за предельную историю ну хотя бы другу попробуйте от чего-нибудь от приводить что они полезны полезны ну просто фокусы если человек истинно делает что ему нужно это практически в данном случае ясно понимаю что он делает правильно его родная дочь он он не он он не 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 а что не 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 И вот эти вот баритнички, которые человек вспомнил вообще о своей красоте, о своей человеческой красоте, которая может быть вот так вот ее баритничка выразилась. И как бы напомнили ей о том, какая она была, да, и вот она все же, ну, этот маршалит наслала когда-то, и это вот самый такой пик раскрытия человеческих красоте. А я ей в этот момент отказала. И как мне больно-то было, и как бы сейчас все изменить. Ну, поздно уже, да? Ну, вот. То есть смотрите, о чем говорит предначальностоветский, о чем говорит Сеонин. Не в том дело, чтобы кого-то переделать. Не в том дело, чтобы как-то защитить себя, да, от чужих посядательств. Какие же они чужие? Это вот единственная семья, которая внутри есть. Сейчас скажу, что в такой семье надо бежать. А она принимает человека иначе, иной образ человека у нее существует, чем Раскольников. И, соответственно, имеет все посредства и все перспективы. Потому что для Раскольникова человек это венучка, так? Ну, он не сам как-то, как бы надо рассказать, что-то. А для всего мы человек это все. Мы одно за одним этим. И если видеть человека вот в этих его абсолютных связях со всем человечеством, то совершенно поминяются и наши цены, и наши средства. Потому что, если... Собственно, на самом деле, что он, кстати, всю жизнь пытался сделать? Он всю жизнь пытался объяснить, что в заповеди, в детстве, в детстве, в непрофессианстве, в заповеди любви другого, как самому себя, за такой мир. Что значит, он за такой мир? Это значит, что это не сравнение. Не люби другого так же, как ты любишь самому себя, а люби другого, потому что другого-то тоже ты. Человек не заканчивается там, где ему кажется, что он не оканчивается. Поэтому, если он пытается использовать другого как средство для себя, а если он заканчивается, так сказать, вот для этих наших границ, да, то что такое, например, другого? Я его возьму и ему воспользуюсь. В свою пользу. И я выиграю, да, тогда от этого. А если любой, это тоже я. И я начну рвать искусство в себя из тела, да, по сути. Вот. То какой же это выигрыш? Вот. То есть, конечно, собственно, пытается знакомиться о том, что люди думают, что они вот такие, а они, на самом деле, такие. То есть, они думают, что да, если я вот этому, вот этому счастью, когда, и все у него дырую, то мне тут будет хорошо. У меня в общем-то плохо. Потому что он борется. А все, 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 вот. Все все влюблено. Все. Как потом, как брат с каримицы, значит, он сказал, да, все в мире соединено в одном месте. Тронешь, да, там, в другой стороны земли отбывает. То есть мир – это человечество, единая система, мы же – единая система. И тогда суть не в том, чтобы отобрать все, сколько можно ресурсов в своей поле. Он бы попробовал отобрать достойника, а его можно будет подтанкнуть. Не работает этот ресурс. Ресурс – это то, что течет между людьми, а мне не течет. Оно в этом огромном состоянии глухой клад. А суть как раз в том, чтобы открыть все эти связи между человеками и увидеть человечество в том виде, как оно первоначально задумывалось и потом осуществляется. С точки зрения того, что Сталевского, который потом увидел вот этот мир, пространство духа, которое идет к самым дальним границам потея, то есть к самой видной, к самой неподвижной плоти, к самой неподвижной матери. И что все просветляется и все становится судейству иначе. Конечно, если мы вспомним некоторые ситуации, то поймем, что тут не все такого особо противоречащего и нервы. Да, потому что при бизнес матери это иллюзия, по-моему, что он думает о совсем другом типе существования человека. И о том, что если именно такого человечества после перехода через вот эту линю, которую она может открыться, как смерть, то тогда, то тогда единственный способ дать фигмент там, какого-то совершенно, это сделать и начать тренироваться здесь. Ну, я два слова буквально скажу про то, почему Бестраевского потом, в практике она была, хотя это уже просто по малькованию в каком-то зачаточном состоянии было, но потом он начинает вспоминать эльфисенские мистерии. Что это такое? Это как раз греческое таинство, очень известное, самое известное вообще в древнем мире, когда человеку открывалось, что он будет после смерти. И те, кто прошел это таинство, говорили о том, что от этого меняется не только последующая жизнь, но жизнь меняется прямо здесь и сейчас. То есть, если человек видит себя каким он будет, то здесь у него совершенно меняются цели и следствия. И, собственно, все не открывали, это довольно, ну, то есть это надо достанавливать, но я вам сейчас расскажу просто вывод, потому что никто не имел право говорить о гликсине, то есть, ну, это пора смерти, несмотря на то, что все еще не было. Вот. Эльфисене открывали, что человек там, тот, который оказывается на камерных положениях, это человек, который способен открыть тема стручью любого, который не пытается сохранить там себя в здешней форме, вот в здешней отдельности, прочертих вот эти вот границы своего тела. Вот. И те, кто пытается, те, кто воспринимают вот эту открытость, смотреть вот это соединение с другими, как на собственном виде, те остаются вот в этих вот рвах, вот она описывается, довязывают друг друга, валяясь в рвах и довязывают друг друга. А те, кто не открытся в белых озердах, там танец описан, то есть, удивительно совершенно танец, когда все постоянно оказываются на месте друг дружу, то есть, когда вот этот вот опыт, полученный каждому человеку, становится общим опытом каждого. Когда все, что происходит с тобой, точно так же ощущает тот, кто помогает. Казалось бы, находиться в основном в мире. А когда вот этот вот единый грех человечества, он восстанавливается. Ну вот ты можешь, у тебя есть любви. Ты можешь попытаться сохранить свою дешнюю форму, удержать себя на себе, что угодно. И вот это вот страшно быть тебе, да? Вот так нельзя постоянно давить все окружающие, тоже удерживающие в свою форму. Потому что, естественно, движением ты раскрываешься. Вот ты воспринимаешь, как находится смерть, потому что ты здесь друг друга. Вот. И, собственно, все истерии древние, они создавались для того, чтобы человек увидел свою перспективу настоящую и начал жить здесь так, как надо жить в соответствии с вот этой перспективой, а не в соответствии с той каждой, но с той, которую мы, то есть, наверное, его системателем. Вот на что делать достается. Стается на протяжении всех своих женщин, пытается написать текст, который подожжет человек, не допустим на тело, и, соответственно, изменит его поведение со стороны. И здесь, и сейчас. Я закончила. А вы тогда, если у кого-то, я не знаю, как у вас все это принято, но если у кого-то есть вопросы, на какой-то точке идти, то мы можем как-то поддуматься. И что в будущем вопрос? Не индивидуально. Да. В каком году в каждом году все сошли? В каком году что? В каком году все с каждым сошли? Да. В скаторге ушел? Да. В 10-й четвертый год. Но он еще служит солдатом. То есть человек не сразу освобождался с каторги, так сказать, приезжав в 10-й четвертый год. На 10-летний закрыт въезд в Европейскую часть России. Вот. Но там, в результате, многих и многих сада, то есть он вернулся раньше, он вернулся в 10-й год. В 10-й четвертый год. Вот. Но в год 54-м он будет стоять и будет становиться солдатом. В Сибири. Пожалуйста. Ну, вот, пожалуйста. А тут как настроение до его возрастом? До чего? До его возрастом? До будут разговоров. Я как раз пыталась это описать. то есть для него хрустнулся от образец, но от образец того, кто переделывает общество. Да, все, кто хочет. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.